Здарова народ, с вами Джейден, и добро пожаловать в игру Evil Dead. Помните очень старый фильм под названием Зловещим Литвецы? Я думаю, что можно отнести его к классике, как Кошмары на улице Вязов, Джейсона Вурхиза, к всему этому, потому что он тоже настолько шикарен, насколько он стар. В общем, по этой всей вселенной вышла огромная шикарная игра. Давайте посмотрим, что она себе представляет. Тут есть куча всего, разные же поджанры, кем можно играть. Можно играть-то как из-за зло, так и за добро. Пожалуйста, за выжившего, либо за демона. Первый раз я бы хотел сыграть за выжившего и посмотреть, как вообще тут создаются катки, как играются, и, конечно же, показать вам. Значит, вот мой ник, кто, может быть, играет, добавляйтесь. Недавно же у нас Evil Dead бесплатно раздавали на EGS. Кстати, очень быстро собираются катки, я вот не успел вам договорить, об игре рассказать чуть больше. Я, конечно же, сам в ней вообще не шарю, у меня тут даже уровня нет. Но, давайте посмотрим, первый обзорчик сделаю, что она себе представляет. Мы можем выбрать любого персонажа. Персонаж делится на лидера, охотника, помощника и... И воина, конечно же, воин. Воин это ближний бой, вот этот персонаж. А что происходит? Другой игрок отменил игру? Хотите вернуться? Хочу вернуться! Это что такое? Это что еще такое? Это у меня сосок торчит, не обращай внимания. На сосочке у меня просто... Да. Я шучу, кстати, так же, как и Эш Уильямс. Зло напало, хватануло, въебало. Над слоганом я еще работаю. Если ты знаешь такого, если ты смотрел зловещий мир... Эш, зловещий мир... Шатап, шатап! Заткнись! Заткнись! Как, короче, давайте уже... Шат, заткнись! Давайте уж выберем персонажа. Я буду играть за воина. Охотник, воин. Вот, все. Значит, тут наши статы пишут. Я четвертого уровня, между прочим. Значит, у нас есть активная способность. При активации способности дает... Шатап! Восстановление здоровья! Окей, летс гоу. Я готов. Все, и катка у нас начинается. Во, ребят, все, катка пошла. Итак, у нас здесь четыре выживших и один демон. За демон тоже играет игрок. Я чутка игру убавил, чтобы вы меня слышали тоже. А то как-то довольно громко все было. Так, собираемся, что есть весь лут. Ручной топор. Самое первое мое оружие. Я же милишник, то есть у меня оружие ближнего боя. Я специализируюсь на ближнем бою, поэтому... Давайте-ка мы с вами найдем... Самое лучшее! Оружие для ближнего боя. Что? Там арбалет застрял в сундуке. Ладно. Но арбалет-то мне вроде бы не нужен. Амулет. Амулет это защита. Мы можем его активировать. Опа! И у нас вот внизу полоска синей щита тоже появилась. Готово. Не забываем, кстати, включать фонарик. Фонарик в игре очень важный. Видишь, вот внизу, под моим здоровьем, слева, есть еще одна полоска. Фиолетовенькая такая. Скоро начнется. Это страх. Если накоплю очень много страха, то в меня может вселиться игрок. Злой игрок. То есть сам демон. Так что это все очень опасно и нужно... Так, наверху сундук. Кто-то отметил для меня. Ну-ка, посмотрим. В игре можно отмечать различные предметы, чтобы другие игроки тоже могли лутать. Предметы, которые есть. Так, вот эти вот бутылочки, если не ошибаюсь, это прокачка. У нас есть ближний бой, дальний, здоровье, страх, вносливость и щит. Давайте-ка я возьму ближний бой. Я же милишник. Так что это самое важное для меня. Здоровье чутка. И, наверное, выносливость. Тоже возьмем. И вообще, лучше бы не отлучаться от команды. Я, конечно же, только зашел в игру и не знаю всех нюансов, но... Конечно же, нельзя от команды отлучаться. Где все? Мини-карты у нас наверху есть, поэтому следуем по ней. Мг. Бежим. Мы... Вот что вообще нужно делать в этой игре? Насколько я понял... Что это было, эта тачка отреспавнилась? Вот наверху есть карта, видишь? Посередине прям куски карты. Мы должны найти три куска. И тогда мы сможем продвинуться дальше, на следующий уровень. Там какой-то свиток, а потом нож. То есть, игра поэтапная. Выполнишь один этап, потом второй и третий. И все эти этапы разбросаны по всей карте. И нам в это время будет мешать демок. Тачки с неба сыпятся. Это, кстати, из фильма. В фильме тоже такое было, кто помнит. Очень древний старый фильм. И карты, кстати, тоже из фильма. И скелетики такие же. Помните третью часть зловещих мертвецов? Где Эш попал в прошлое. И сражался со скелетами. Скелетами-демонами. Кэш была очень забавная и прикольная часть. Всем советую посмотреть классику жанра ужасов. На ровне. Конечно же, Сэп. Кошмар на улице Вязов. И это зловещие мертвецы. Ибо это классика. Ее знать нужно. И вы больше поймете об игре. Кто такой Эш Уиль... О нет. Активируем нашу способность. Нашего персонажа. И уменьшаем фиолетовую штуку. Она все равно копится. Но нужно быстрее найти свет. Чем больше, ребята, в игре мы найдем света, тем меньше у нас будет страха. А фиолетовая штука уже почти дошла до конца. Это означает, что я скоро могу умереть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да что вы такие сильные скелеты? Даже ударить не дают. Да дайте мне кого-нибудь ударить. Вот это я понимаю тема. Блин, фиолетовая штука все еще копится. Вот свет есть. Если мы дольше стоим под светом, мы должны уменьшаться, фиолетовая штука. Ай-яй-яй. Там встать от меня скелетик. Добивания здесь, кстати, красивые. Можно нажать на F. И будет нечто похожее на добивание. Так, ладно. Лайт, лайт. Давайте-ка мы поднимемся наверх. Нам нужно найти еще два куска карты. Где они все? Я слышу сундук. У сундука есть определенный звук. Его можно услышать. Так амулет. Нажимаем на три. А вот он. Я вообще не вижу прям впритык. О, это зеленый сундук. Давайте отмечим, отметим для нашей команды, что здесь есть сундук. Чтобы они тоже злутали. Амулет еще один. Найс. И прокачка есть. Давайте возьмем щит. На два, наверное. Видишь, у нас увеличилось на три кубика и еще щит. И тем самым я могу еще раз нажать на три. И щит увеличивается внизу слева. Смотри. Опа. И у нас есть три щита. Тут есть меч. Меч и посох. Ладно, я возьму посох. Не знаю, хорош он или нет. Но лучше тут вроде ничего и не лежит. Поэтому возьму все, что есть. Так, амулет. Еще амулет. И газировочка у меня уже полная. Тогда поставим меточку. Так, быстрее, быстрее. Где карта? Демон прокачивается с каждым разом. То есть, чем дольше мы в игре ждем, тем сильнее становится демон. Поэтому, ребята, нам нужно как можно быстрее оседлать всю эту карту. Опа. Кто-то нашел часть. Кто-то нашел часть карты. Остался один кусочек. И мы сможем продвинуться дальше. Так, ладно. О, а то что-то дизантура была. Видал? Скелет чисто. Задесантировал. Красивое добивание. Оружие полный кэл. Что? Это рука Эша. Кто помнит руку Эша? Прикольно ее здесь сделали. Да, именно так было в фильме. Я сейчас должен был вставить кусочек из фильма. Надеюсь, я не забыл и вставил на монтаже. Так что, эта рука прям из фильма к нам пришла. Так, давайте поднимемся еще выше. И посмотрим, что тут есть. Револьвер. Ну и на кой мне нужен? Вообще не нужен. Так, секунду. Амулет еще один. Взбираем. Ну, они нашли все куски карты. Я вообще никчемный игрок, походу, здесь. Нужно с ними ходить. Ну, хотя, как никчемный. Я залутал кучу всего. Я стал сильнее. Так что, я помогу еще в будущем. Давай. Вам. И в текстурке скелет у нас ушел. Так, теперь нам нужно либо вот сюда вот бежать, к этой карте. Видишь, значок где... Так, хорошо, давайте объяснить новичкам, кто не в курсе, что мы делаем в игре. Нам нужно пойти по заданиям. И защитить точки. Я думаю, вам знакома вся эта тема. Либо вот этот кинжал защитить. Либо вот здесь карту. Я думаю, сначала пойдем к кинжалу, потому что он ближе. И вся наша команда именно там. А я очень далеко от команды ушел. Жесть. Где я хожу, что я делаю вообще? Ладно. Быстрее выбираемся отсюда. Пока я до них дойду, они уже все зачистят. По идее. Так что, мне, наверное, лучше бежать нам было на другую точку. А давайте так и сделаем. Будем... Соло. Тащить? Если сможем, конечно. Попробуем. Ой-ой. А что с экраном? У меня все мутнеет. Все, я пошел. Я пошел тащить в соло. Спички заберу. Чтобы разжечь огонь. Давайте активируем нашу способность. Она нам чутка восстановит. Шансы. Так, револьвер мне не нужен. Лечилки везде лежат. Просто везде. А ну иди сюда, скелет маленький. Я не понимаю, где босс? То есть, где сам игрок? Ведь за демона должен где-то по всей карте бегать игрок. Нам предстоит еще увидеть босса. Видимо, он с ними там где-то сражается, пока я тут соло бегаю. Так хорош, я же тебя увидел. Держи. Скелетус. Готово. Прям как посох гендарта какой-то. Да уыы. Держи. Задоджил. Не, ну скелет, конечно, тоже тебе хорошо доджит. Я побежал. О, машина зареспавнилась. Это мне надо. Так. Каждый раздавил скелета. Ну ладно. Нам нужно вон туда. Какое тяжелое управление машиной. Я вообще, я не могу. Он, он вообще. Да господи, я уже с пешком дойду лучше. Я лучший пешкодропом. Тем более, я уже на месяц. Так. Мэй там вроде справляется, поэтому... Справлюсь ли я здесь? Вот в чем вопрос. Начинаем квест. Защита! И нам нужно не выходить за синюю зону, очевидно. И защитить всю эту точку. Так. Поехали, скелеты. Они проверили весь мой щит. Посмотри, синие полоски у меня уже нет. Это очень плохо. Но он что-нибудь придумал. У меня вроде еще куски есть. Так, поднимаем щит. Еще один. Уворачиваемся. И бьем маленького скелетуса. Готов. Не, ну полосы хорош. Пойдет. Неплохо. У меня же еще оружие есть, я про него вечно забываю. Амулет. Поднять. Активировать амулет. Так, ну и наша способность. Тоже. Чтобы меньше получать страха. Балдеж. Не, ну красивая игра, красивая. Защищаем точку. Пока вроде никого нет. А где? Нам походу попался неопытный демон. Я как-то пару каток играл, чтобы понять суть игры. И там так сильно душил демон. Нас. Всю команду. Я вот не понимаю, что тут с подбором. То сильные демоны, то вообще новички. Сюда игрок пришел. Ай-яй-яй. Очень тяжелое управление за... Я ему щит снял. Руку снял. Так активирую способность. Потому что могу. И потому что в сторону ничего не происходит. Так. Тима защитила кинжал. И... Я сейчас защитю эту штуку. Промазал. Моя ошибочка. Давай. Не, ну... А-а-а! Это что за каримак? Это что такое? Опа. Мы успели. Эта игру хотел появиться, но мы успели. О, это... Это мне надо. Хотя ладно, держи. Держи. Перебери. Мне нужны милищные оружия. Я же... Воин. Ружии мне не нужны. Бежим на эту точку и... Уничтожаем этих магов. Я не знаю, что происходит, но нужно выполнять задание. Так. Да хорош, почему никто магов не гасит? Ребята, давайте задание выполнять. Почти. Почти победили. Смотрите, полоска кончается. Готово. Я сделал это. Ну, Тима. Вроде неплохо. Здоровье качаем. Быстренько. Так, скелетики. Небольшой вам бонус. Виде. Кого? Кого бить? Скелетов бить. Давайте от дефа. Теперь нам нужно защитить эту книгу. Защита книги у нас происходит. Так. Нормально. Нормально. Главное, не по Тиме. Опа. Не, ну демон тут вообще пассивный. Как бы, я играл, прошлые катки были сложнее. Но для вас почему-то нам попадается физичный демон. Так. Давай. Нужно бы вообще прокачивать прессмашек, потому что у него урона нет. Оружия хорошего нет. Урона нет. Но мясо на экране, конечно же, происходит лютое. Мясо здесь лютое. Хилимся. Хилимся. Поехали. Это вроде обычный скилин. Все. Мы их затащили. Должны. И все демоны испарились в книгу. Это победа. Е-бой. Я даже не знаю тех персонажей, знаю только Эша. Такие пироги. Все. Ну, как вам, ребята, игра? Как вам каточка? Не, ну балдеж. Игра мне в целом очень даже понравилась. Я фан, очень древний и давний фан зловещиков метрецов, фильмов и сериала. Кто не смотрел, и мне они очень нравятся, поэтому... Вся эта тема с игрой. Персонаж вот Пабло, тут даже Пабрита есть. О, господи. Кто знает Пабрита? Везде Пабрита. Готов? Готов. Погнали. Я самый сильный. Да. Си-си-буэта. Си-ху-и-си-буэта. Где моя сухокнига? Есть даже король Артур. Вот за него бы я тоже хотел сыграть. Так что пиши в комментариях, продолжим мы катать эту игру или нет. Если вам понравится, если ты влепишь царский свой лайк и напишешь какой-нибудь комментарий, я буду очень сильно признателен и продолжать эту игру. В общем, до новых серий. Еще услышимся, шо в Скорибе, шо в других играх. Пока. Грули.